Можно ли в домашних условиях сделать средства для гигиены? Настолько ли они эффективны, как покупные? И почему нужно с осторожностью использовать простые продукты, кажущиеся безопасными? Смотрите это видео до конца и узнаете ответы на поставленные вопросы. Приветствуем всех подписчиков нашего канала! А новичкам хотим напомнить, не забудьте подписаться на канал, нажав на красную кнопку и колокольчик, чтобы быть в курсе выхода новых видеороликов. До наших времен дошло множество народных средств, которые успешно используются в быту и имеют выраженный эффект. Большинство народных хозяйственных средств работают не хуже, нежели химические покупные аналоги. Как сделать в домашних условиях средства для дезинфекции и устранения запахов? Дома из подручных средств можно приготовить экологичное универсальное чистящее средство. В основе средства, превосходно очищающего различные поверхности, дезинфицирующего и устраняющего запахи, находится обычный уксус. Для приготовления необходимо смешать в бутылке белый уксус и воду в равных количествах. Для аромата можно добавить несколько капель эфирного масла, лавандового или цитрусового. Универсальное средство отлично подходит для бережного очищения кухонных поверхностей, стекол, посуды и кафельной плитки. Можно использовать жидкость для мытья деревянных поверхностей. Не рекомендуется использовать уксусный раствор на поверхностях из чистого мрамора. В домашних условиях можно сделать отличный порошок для чистки. В качестве абразива выступает обычная пищевая сода, отлично счищающая остатки жира, накипи и нагара. Кастрюли, сковородки, конфорки засияют, если почистить их с помощью обычной соды и теплой воды. Помимо очищающего эффекта, сода отлично работает как дезодорант, устраняя неприятные запахи. Если поставить в открытой емкости соду в морозильную камеру или холодильник, от неприятных запахов не останется и следа. Какие народные средства заменят уходовые препараты за телом? Скраб для тела. Лучшее средство для улучшения микроциркуляции кожи и повышения ее эластичности – соляной скраб. В домашних условиях можно приготовить самые разнообразные соляные скрабы, как для себя, так и для своих близких. Для приготовления полезного скраба необходимо взять стакан соли, желательно гималайской, с мелким помолом. Добавить половину стакана масла виноградных косточек и несколько капель лимонного, мятного или лавандового масла. Ингредиенты тщательно смешивать до однородной консистенции. После приготовления средством можно пользоваться сразу. Крем для лица. Для приготовления домашнего крема необходимо взять 2 столовые ложки цветков ромашки, 200 мл кипятка, 1 столовую ложку пчелиного воска, 100 граммов оливкового масла, 2 столовые ложки глицерина и столько же жидкого меда. Ромашку предварительно заливают кипятком, дают настояться 20 минут. Тем временем на водяной бане растапливают пчелиный воск, добавляют к нему оливковое масло и остывший процеженный отвар ромашки. При помощи миксера или блендера ингредиенты взбивают. Далее необходимо воздействовать холодом, чтобы добиться застывания. Для этого берут кастрюлю с ледяной водой, помещают туда емкость сосновой для крема и продолжают взбивать. Масса постепенно должна загустеть. В теплую, но не горячую массу добавляют жидкий мед и глицерин. Благодаря глицерину крем получится густым, без специальных стабилизаторов и загустителей. Теплую смесь можно перелить в удобную стеклянную баночку, желательно с крышкой. Хранить такое средство можно не дольше 30 дней в холодильнике. Крем изначально получается липким, но вскоре ощущение липкости исчезает. Средство получается универсальным и им могут пользоваться все домочадцы. Натуральный дезодорант. Приготовить безвредное средство гигиены очень просто. Понадобится 20 граммов пищевой соды, 5 граммов кокосового масла, 10 граммов картофельного крахмала, немного эфирных масел и масло карите 5 граммов. Масло карите и кокоса смешивают в небольшой емкости, затем ставят на водяную баню, чтобы масла из твердого состояния перешли в жидкое. В другую емкость засыпают соду и крахмал, добавляют пару капель эфирного масла, тщательно перемешивают, затем добавляют в них расплавленные масла карите и кокоса. Можно перелить полученную жидкость в стеклянную банку и поставить в холодильник на 3 часа. Если есть емкость от промышленного дезодоранта в виде карандаша, можно залить жидкость в него и убрать в холодильник. Нанесенный на чистую кожу подмышек домашний дезодорант остается эффективным на протяжении 10 часов. Бомбочка для ванны. Приготовить яркую бомбочку-шипучку для ванны, да еще и с полезными свойствами можно в домашних условиях. Для этого необходимо подготовить 4 столовые ложки пищевой соды, 2 столовые ложки лимонной кислоты, 1 столовую ложку кукурузного крахмала, пищевые красители, 1 столовую ложку базового масла, облепиховое, миндальное, оливковое или масло виноградных косточек, эфирные масла. Изначально следует тщательно перемолоть лимонную кислоту при помощи кофемолки или блендера так, чтобы частички были максимально мелкими. Далее добавляют в емкость крахмал и соду. Далее необходимо перемешать смесь и добавить масло. Руками в перчатках берут кусочек массы и крепко сжимают в ладони. Если масса хорошо слипается, значит консистенция нужная. Если масса рыхлая, можно добавить несколько капель базового масла. Смесь раскладывают по небольшим емкостям и добавляют в каждую пищевой краситель. Можно обойтись и без него, небольшими порциями смесь выкладывают в формочки и хорошо утрамбовывают. Использовать можно формочки для льда. Каждую бомбочку аккуратно вынимают из емкости и оставляют на сутки до полного высыхания. Важно помнить, что не все природные компоненты могут положительно влиять на организм. При появлении аллергической реакции на один из составляющих натурального средства ингредиент, необходимо отказаться от его использования.